Субтитры создавал DimaTorzok С Днем Ангела, дорогие именинники! У нас впереди довольно длинное житье, поэтому не будем останавливаться долго на имени. Сегодня память Дмитрия Солунского. Слово Дмитрий, имя Дмитрий, это воцерковленное имя, происходящее от названия, от имени языческой богини Диметры. Так звали великого святого, великомученика, покровителя города Солуни. Святой Дмитрий родился в христианской семье, и отец его был римский императорский проконсул в городе Фессалонике, второй по значению город Греции и в сегодняшнее время. Христианскую общину там основал апостол Павел. После смерти отца император назначил Дмитрия на должность проконсула, и Дмитрий отправился в Фессалонике для того, чтобы заниматься администрированием, защитой города от варваров, и особенно Максимян Галерий приказал ему гнать ересь Назареев, христиан. Христиан в Солуни было много, и Дмитрий, будучи сам христианином, пришедший туда, вместо того, чтобы преследовать их, стал учить их вере, молиться с ними вместе, и стал отцом для всякого призывающего имя Господа Иисуса Христа. Когда это стало известно императору, гнева его не было предела, и он решил уничтожить, казнить святого Дмитрия. Святой Дмитрий, зная об этом, сказал верному своему рабу по имени Луб, раздай имение земное нищим, и будем готовиться воспринять имение небесное. Они усилили молитвы, стали строго поститься в ожидании прибытия императора. Император прибыл, схватил Дмитрия, посадил его в темницу. В ожидании казни император забавлялся мрачной языческой забавой, а именно, на главной площади города поставили деревянный помост, внизу под нему тыкали острями вверх копья, а на помосте огромного роста и физической силы германец Лий боролся с христианами, сильными из числа их, и, неизменно побеждая, бросал их вниз на копья. Император смотрел на это, и его сердце наполнялось мрачной радостью. В темницу к Дмитрию проник некий юноша из солунских христиан по имени Нестор, который просил благословения у святого Дмитрия на бой, на схватку с Лием. Дмитрий благословил его, и в следующий день Нестор одолел Лия и сбросил его самого на копья, за что тут же, в тот же день, был усечен мечом и отошел к Богу как мученик. К самому Дмитрию император послал воинов, вошедших к нему в темницу и заколовших его копьями. Перстень с руки святого был омочен в крови Дмитрия его учеником Лупом, и перстень сей подавал христианам многие исцеления. С VII века от мощей Дмитрия начинается мироточение. Его мощь и тело источают чудесное вещество, от помазания которым исцеляются болезни. Дмитрий называется с тех пор мироточивым. Во Владимире, в Дмитриевском соборе, издревле, с XII века, была великая святыня. В иконостасе собора была икона Дмитрия, написанная на доске от его гроба. Ныне хранится она в Третьяковской галерее в Москве. И еще на останок. Имя Дмитрия великомученика связывается в нашей с вами истории с именем Дмитрия Донского, первого сильного воителя на татар, человека, с которого началось освобождение Руси от татар-монгольских завоевателей. Сегодня мы поздравляем всех носящих это красивое и святое имя, а также всех тех, чья работа, чье занятие является ратным трудом, кто служит в армии, носит погоны и защищает нашу землю. Кроме Дмитрия также поздравляем сегодня Афанасия и Феофила с Днем Ангела. Радуйтесь, дорогие именинники. Имена ваши написаны на небесах. Редактор субтитров А.Семкин